Hello everybody! Hi my students! Hello friends! Сегодня мы рассмотрим дополнение к плейлисту. У нас был плейлист про предсказателей, экстрасенсов, всяких чудотворцев. И много рассмотрели мы разных персонажей там, вплоть до Гелиу какого-то и так далее, и там подобные казахской вангой, вангой Артём Драгунов и все прочие, и святые-то старцы, и всё такое прочее. И сегодня вот Пифагор нам что позволяет? Он позволяет выяснить, вот траектория жизни прошла предсказатели, да, и с чем он вышел в эпиздень, да, матрица выходная, она показывает в сравнении с входной, ну, от светлых сил действовал вот этот предсказатель. Или он использовал вот это, тёмные вот, тёмных людей, которые ванга использовала и другие, которые вот приходят и докладывают ей. От лукавого. Ну, ясно, что информация может идти только, ну, от двух источников. Либо от лукавого, либо от Бога или его ангелов, да, и от лукавого и его ангелов. Как у нас плейлист есть? Изделие человека, инструкция по эксплуатации. И это вообще испокон века, с 1400 года, святой Нилсорский всё это расшифровал, откуда получаются у людей помыслы. Ну, современная наука только подтверждает, что человек это и есть антенна системы, сложные. Там есть у нас органические соединения, которые имеют большую электрическую проницаемость. Это всё как электрическая антенна существует, и не только. Диапазоны неизвестны, в очень широком пределе работают на приём. И эти излучения модулируются, бывает, что звуком человек слышит, ну, во-первых, помыслы-то у всех есть, они без звука идут. Но есть некоторые люди, которые со сдвигом психики, у них они слышат голоса, там это всё, поди убей, поди ограби, поди туда, и склоняют элит, поди там то сделай, то сделай, нехорошие поступки, да. Человек прилагается к ним, идёт, выполняет, как будто это, он думает, что это от Бога ему всё дано, да. Также вот у нас есть технологии под действием гипноза, значит, кто-то там, маятник качается, человек засыпает, ему начинают вопросы задавать, и он как бы в полусне на них отвечает, якобы он там присутствует где-то в 30-м веке, в 40-м веке, рассматривает, что там происходит, и наоборот, в прошлое залезет, и с кем-то поговорит из умерших, то есть с умершими говорит. Это всё уже было, и это английский лорд этим занимался, который на самом деле изобрёл радио-то, да, ни Попов, ни Маркони, а вот этот вот лорд английский. И было где-то у нас его фамилии, всё это история, вся в лекциях где-то была, сейчас не буду я вспоминать. Ну, факт то, что он этим занимался, в связи с чем? В связи с тем, что он потерял сына, очень рано потерял сына. И вот он пытался с ним наладить контакт, некоторые через приборы, через приёмники, и через шумовую вот эту составляющую, который приёмник на какую-то частоту настраивает, там идёт белый шум. И вдруг через этот белый шум какие-то голоса начинают слышаться, какие-то речи, звуки и напоминающие голоса. Некоторые расшифровывают, и вот целыми днями там слушают это дело, ловят контакт. Но они не понимают, что модулировать может кто. Ну, возможности-то лукаво большие, они же вот воздушные-то змеи, и они обладают определёнными способностями в этом плане, в воздействии. Если человек прилагается к ихним мыслям, к ихним помыслам и словам, и делам, то они начинают тебе использовать, эксплуатировать и заселяться в человека, и через человека начинать творить свои удовольствия. И ну и дело со светлыми силами, как связаться, это сравнить тяжелее, чем просто так вот помысл-то послушал или лёг на кровать, слепер, да, вот какой слепер, как вот казахская ванга делала, она ложилась и вопрос задавала, неизвестно кому, она не знала, она думала, что это высшая сила. Ну, это же лукаво ей подсказывало, что, значит, и машин, скоро помрёт, там этот ужасный смесь будет этому, тоже вот мэру Киева, вот этому боксёру Кличкову, всё, она предсказывала на вот эту, и все вот эти майданчики, все погибнут. Ну, на самом деле, получается, наоборот, гибнут все вот ДНР-шки и ЛНР-шки, правильно? Вот, тоже их полномерно уничтожает. Вот таким образом, то есть, лукаво может предсказать отдельные моменты, может, и правильно для того, чтобы в человеке вселить, как бы, ну, что вот он такой способный, что у него дар есть, дар, да, а у меня же дар от высших сил, и вот он начинает этот дар потом продавать. Ну, этим делом занимался и Вера Леон. Казахской Вангой её называли. Вот, мы сейчас о ней говорим, почему, потому что она уже развеяна, прах её развеян по ветру. Вот она 9-го числа скончалась, призвали её, как говорится, высшие силы, как она сыну сказала. Сын продолжает её бизнес, сейчас будет тоже предсказывать, фотографии заряжать, свечками торговать и всё такое прочее. Ну, то есть, это, ну, так же бизнес-проект, как вот РПЦ, там, и всё такое. То есть, это РПЦ в пределах одной семьи, там, ясновидящие в третьем, в десятом поколении, там, колдуны, экстрасенсы, значит, чародеи, всё это дело, карта Таро, фигня, мульня, это эзотерика, потом эти самые гипнотизёры, и, ну, кого там только нету, кого это, это какой-то кошмар. И все думают, что они от высших сил работают, что у них дар от высших сил. Ну, давайте посмотрим, как вот пророк Даниил, ведь это же пророки, они действительно связывались с божественным и с живым Богом, да, его ангелами, да? Собеседничай ангелов, как радуйся Сергии, скоро поможете собеседничай ангелов. Это к Сергии обращаются, и также к Даниилу, потому что они собеседовали с ангелами. Человеколюбимый, того Бога, который единственный живой, и который создатель человеков там всего, всё видимым, всем и невидимым, создатель всего. Ну, чтобы разговаривать с Богом, они вели достойный образ жизни. Во-первых, они не блудили, даже, в общем-то, и женаты-то не были, но постоянно молились они по три раза в день, на восток глядя, и постились. Они не ели ничего, кроме хлеб, вода и овощи. Вот. Хлеб, вода и овощи, и больше им ничего не надо было, и они выглядели прекрасно, здоровее выглядели, чем те, которые там шашлыками, допустим, питаются и всяким жареным, и пареным. Вот. То есть они подготавливают своё тело, чтобы оно, то есть чтобы душа не занималась телом, так много, потому что душа занимается телом, когда тело пищеварением занимается. Вот это всё раскладывают по полочкам, все элементы, для того, чтобы усвоить всё хорошо, и это для души, для человеческого духа, и это большая работа. И оно занято тело этим вопросом. Поэтому к душе уже некогда обращаться к Богу, потому что с этой брюкой для науки глухо. И вот после постов, также все, и Иоанн Богослов после поста на острове Патмос постился, и ему было уже в духе, ему было откровение, которым мы занимаемся в воскресенье, апокалипсисом. Вот таким образом. То есть для того, чтобы и так же этому, и Левжинову тоже тарелка пролетела, но может быть ангел от живого Бога, да? И он ему сказал, и Левжинов-то спросил его, ангел-то, почему вы не приезжаете, с вами не общаетесь, все так редко бываете, а он говорит, ну, с вами, говорит, тяжело, потому что вы мясо едите, от вас вот это вот сильно воняет. Ну, предположим, ну как вот я хочу прилететь в свинарик и общаться со свиньями. Сейчас, кстати, японцы разрабатывают электронные приборы для общения со всеми животными. У них такая программа есть. Они начали заниматься, мы это подсказали им так, и они сразу это дело подхватили. Вот. Действительно, вопрос не решен. В тот раз мы говорили, что почему вот корова священная, а мы не знаем, что она говорит. И сейчас они занимаются этим вопросом. И если человек придет вот в эту свинарик и начнет разговаривать со свиньями, так они его сожрут. Ясное дело, да? Потому что они заняты, а жратовы в основном. Они хрюкают и размножением. Все, больше им ничего не надо. И если это там будешь лишний предмет, вывезем свинарники. И тем более там действительно воняет, еще можно какой-то коронавирус подхватить. То есть, легочную вот эту чуму свиней, да? Вот таким образом. То есть, они прямо сказали, что вы с другой стороны, есть же у нас вот, которые только едят все постное, и Гитлер же ел постное, да? Ну, какой он же был, этот, изверг, какой он был, чикатило, да? Это же было хуже чикатило, это сколько убийств на нем, на его команде, на всей. И между тем он был связан с этими монахами, у которых в желтых одежках, с Тибета, с горы Кайлас, да? И постился, он не ел вообще ничего, только все постное. У него специальный был рацион, там ему делали все, котлетки под вид мяса делали ему постное, на общих обедах подкладывали, и все, все постное. Это тоже не дает контакт с высшим разумом. Почему? Потому что ты можешь поститься, можешь молиться, а ориентировка-то у тебя против человека, против ближнего. Вот тебе славяне, там цыгане не нравятся, там евреи не нравятся, американцы, там эти испанцы, засранцы, грузины и все прочие не нравятся. И ты в то же время постишься, и злой как собака ходишь, но это пост, он ничего не дает. Если ты постишься и всем простил, и сам себя, как говорится, просишь у Бога отпущения грехов своих, сначала надо от грехов еще очиститься, потому что пост, он сам по себе не очищает, а пост плюс молитва. Вот там два условия только, как можно снижать дары пророческие. Это пост и молитва. Если одной составляющей нет, только человек как гитар постится, но он не молится. Это все, это беспорядок. Или наоборот, вот как это наши попы, нажрется сало, там шашлыков, ну, все это, рыба у них в стол ломится, а потом они встанут из стола и начинают петь, там прекрасно, они поют, как петухи, как соловьи поют, все сытые соловьи называется, да? Сытые соловьи. Молитва их доходит, но не доходит, конечно, потому что нету второй составляющей, это поста. Поста. Вот мы должны, это пост плюс молитва. Вот это два составляющие. А остальные все вот эти экстрасенсы, которые этим не занимаются, вот эти слейперы, там ванги, фиганги, они не оттуда черпают, откуда надо, им подбрасывают все время, лукаво с ними играется. Играется. Он может им подвозить там немножко, для того, чтобы тщеславие подогреть. А потом начинает вот давать неправильную информацию. Допустим, Ключко погибнет, это мадам, значит, женой Чупта, женой колбаса на голове, украинца, Тимошенко, да? Вот она, значит, тоже погибнет. Получилось, наоборот, Ванга погибла, фактически на пустом месте, а они проживают до сих пор. Значит, мы уяснили два критерия, чтобы действительно в Писании написано, пекитесь прежде всего о дарах пророческих. Это говорит нам апостол. Потому что это самое важное. Когда ты видишь наперед, ты уже не пойдешь по этой дороге, да? Перед тобой всегда несколько дорог. Если ты видишь наперед, ты не пойдешь. А если ты, как Путин, не знаешь, что впереди, а если знаешь, не говоришь, то, а идешь, и там спотыкаешься, все время падаешь, и все время по пути лжи, и вот ложь, 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 и везде вот уже все дороги, уже все на них написано ложь. Куда бы он не свернул. Такие вот дела. То есть он может тоже и поститься, если не молится, то надо и поститься, и молиться, и все такое прочее. И это, конечно, если лидер нации такой, Даниил, скажем, вот царем его назначил, его уже назначил самым большим начальником, но ухода, он назначил его, и он успешно вел все дела государства, такой человек. Их был там не один он, их был еще там, она не Азарь и Месаил, у него еще трое было министров, у этого Даниила, и они и так заворачивали хорошо дела, что все были довольны, пока не коснулся вот этих религиозных обрядов. Вот процессы обрядности приткнулись они окружающие, хотели заставить их жрать идоложертвенные, да, и вот это вот совершать на алтаре убийства животных. Что было им не свойственно? Ну вот угнанные в плен они, там прекрасно вели хозяйство. Ну у нас кто-нибудь есть такой вот? Ну вот Илюмжинов, он постится, да, но он не молится. А если молится, он не тому Богу молится. Вот и все. Вопрос-то простой, потому что можно и поститься, и молиться, но ты молишься лукавому молиться. Ты постился и молишься лукавому. А как определить-то, что ты молишься-то? Надо какие-то ориентиры, зрительные ориентиры иметь перед собой. Ну вот иконоборцев, допустим, икон не надо, потому что иконы мешают связи с лукавым. Они же помеха, там лукавые, а лукавые не любят иконы. Он креста не любит, изображение креста он не любит, потому что для него это перекрестие сейчас будут убивать. Он сразу убегает, потому что перекрестие на него направлено, как что-то. Любой сразу раз и в кусты спрячется. Вот. Поэтому еще надо знать, как молиться. То есть это непростая наука, и только какие-то единицы, какие-то святые смогли, вот это какие-то отшельники, может, их там сами ангелы обучали, потому что помеху от людей нету помех. И можно тогда достигнуть. Это очень редко. Ну, об этих вот святых рассказывают очень хорошо Осипов. Алексей Ильич Осипов, он всех наперечет знает, этих святых и пророков, вот таким образом. А вот в данном случае люди, которые им дано было свыше, какой-то талант был дан, свыше. Но они его истратили, вот, хочется пророческие дары получить, но они получили, но не от того. Они получили их от темных, не от высших сил, а от темных сил. Поэтому они приткнулись, вот эти все пророки. Даже вот этот вот у нас был тоже хваленый, там, который владел гипнозом, там он бумажку подсовывал вместо билет, билет на поезд, да, бумажку подсовывал, и контролер выкомпостировал, как будто это билет. Вот был такой, он тоже отлукавый, он очень страшно боялся смерти, потому что он знал, куда он потом пойдет. Вот. Ну, как говорил сын, вот это Вера Леона, о которой мы сейчас говорим, он сказал, что ее якобы перед этим позовут. Она сказала, что меня зовут высшие силы, заберут. Как ты к этому относишься? Сын спрашивает. А он говорит, ну, если тебе надо, так и спокойно, я переживать не буду. Твое дело продолжу. Вот это вот тоже заниматься, свечки отливать, фотографии заряжать, там, воду какую заряжать, или чего там, предсказывать тоже, вот что-нибудь там, предсказание делать, про этого, про того, про сего, про пятого, десятого. Ну, пытаться зарабатывать бизнес-проект, продолжать бизнес-проект. Вот Вера Леона, кто такая Вера Леона? Она никакая не Леона, потому что она родилась в год тигра, поэтому она называла себе Лайон. Лайон это кто? Тигр, да? Или Лев. Ну, Лев, Тигр это кошачий все, кошачий, да, одно и то же. Нет же год Лайона, есть год тигра. Тайгр. Ну, вот она Тайгр. 62-го года рождения. В феврале. Казалось, это бабушкина, их трое родилось, три сестры. Две вот померли, одна осталась, эта сестра. И была фамилия у них Жихарева. Она Жихарева, на самом деле, как она родилась, Жихарева. Ну, значит, отец у них 38 лет, шахтер, по-моему, был, он пил беспромодно и помер в 38 лет, вот заделал их троих. Матери оставил на воспитании. Также и она тоже по молодости поступила, что интересно, поступила в техникум связи, да, техникум связи, его закончила. хорошая, казалось бы, профессия, все, ну, помогла ей этой профессии для телефонных разговоров с высшими силами, да. То есть, она поднимала трубку и запросы давала, и ей отвечали, она все записывала и все выкладывала на YouTube. У нее есть канал на YouTube, и где-то там есть ВКонтакте тоже, или в Facebook есть, кругом они есть. И страница есть, там какая-то интернет-страница, веб-страница. Вот таким образом. То есть, это же и хрю простая. А почему она стала Висич? Висич, это первый ее муж был, с кем она вот этих двоих детей произвела на свет, которые сейчас будут продолжать ее делать. это Висич. Тоже, прошла она с ним вроде неплохо, но потом они разошлись, почему? Потому что у нее так, так карта легла у Пифагора, да, так карта легла, что она не может долго жить, она Тайгра, и к Тайгру надо еще пару подобрать, тяжело. И вот она с этими двумя детьми, потом, она, конечно, как телефонист, она не работает, не дня, она сразу потом в аэропорт устроилась, в Кольцово, по-моему, и она там хорошо работала, долго лет заработала там, наверное, и пенсию себе, потому что ей вот 58 лет она отошла туда, к высшим силам, которые ее позвали. и дальше, второй муж у нее тоже, второй муж тоже странный, он все время из тюрьмы не вылазил, второй муж, но она с ним не расписывалась, так, а потом вообще жила одна и занималась вот этим бизнесом, детей, детям, поднимала детей на уровень, как говорится, ну, на все руки была мастер, и детям передала вот этот бизнес, пророческий бизнес, да, ну, и рассмотрим мы сейчас матрицу, входную и выходную, естественно, уходные, как всегда, две мы рассматриваем, потому что так вот в интернете я нашел дату 14-й, 2-й, 62-й, это бабушкина внучка, да, должна была с бабушкой контакт держать, но не получилось, поэтому она рано и ушла, но здесь вот такая матрица, она, дельта плюс 2 ей не подходит, потому что она все-таки разрушительной работу вела и по семье, и по саморазрушительной тоже, и здесь вроде как интуиция-то большая, она могла бы действительно все видеть, но вот 4 двойки-то уже это батарейка для сатанистских сил, и не было вот вот этого, восьмерки нету, и по семье шестерка, да, но духовность вот пятерка, как у Папы Римского, ну, казалось бы, матрица прекрасная была дана, только работа, нет, вот эта тигринная сущность, она и сама бежит к погибели скорее, и всех окружающих тоже бежит к погибели, ну, вот мы рассмотрели еще 15-е число второго, да, здесь дельта минус 10, это больше на нее похоже, то есть она деструктивную по отношению к себе функцию выполняла, и к своей семье тоже, и тоже шестерка по семье, и вот здесь вот на нее похоже, цель, она меняет цели, то есть она то телефонистка, то она вообще экстрасенс, на все руки выкидалась, все цели меняла только так, ну, и плюс вот эти вот три шестерки, то, что она за счет личного баяния стремилась быть, вот, известность получить в этом интернете за счет вот таких вот даров, про которых она прочитала в техникуме, телефонном своем техникуме, да, очевидно там, и плюс у нее, видимо, в наследстве сама, видимо, мамаша, бабуля занимались этими практиками и всякими разными. 15-го, да, ей больше подходит она хаос, сеятель хаоса на земле, вот этих всех предсказаний, народ мутить и все такое прочее, половина, меньше половины там сбывалось это все, но матрица тоже хорошая, даже 15-го числа сумма 13, дельта, правда, минус 10, но те же 4 двойки, вот они, видимо, ее сгубили, то есть энергетика, у нее отнимали энергетику, ну, видимо, ближние, вот эти, мужья вот эти и два сына, вот они, пожирали, и плюс, наверное, семья еще, ну, вот у нее восьмерка есть, она, да, порядочный такой человек, она долги отдает, и все время она выступала, ну, как бы за правительство, она не критиковала наше правительство, наоборот, она против вот всяких украинских отщепенцев выступала, и батьку критиковала, и всех, то есть она была как бы за Путина, яростная запутиница, ну, 15-го числа много запутинцев есть, вот сатановские, они тоже 15-го родились, вот эта матрица ближе к ней, и вот выходная, судя по сыну, сын ее возил в больницу, и вот 9-го числа, как сказал, у нее был утром вторая остановка сердца, и она уже больше не запускали сердце, да, 9-е, 6-е, 2020, 58 лет, здесь такой день, видите, какой змей воздушный, из нулей, сумму она потеряла, ну, 4 порядка, это с 13-ти до 9-ти, это жутко, но зато она вот дельту организовала себе ноль, как хранитель вот этих своих семейных пророческих в кавычках традиций, да, ну, как знахарство, знахарство, да, такое знахарство, вот она сохранила и передала своим сыновьям, это дельта ноль, да, то есть матрица работает, вот этот день рептилоидный, да, она отошла в рептилоидный день, именно показывает, что вот кому она служила-то, вот этим рептилоидам, они ее вот это забрали, вот, хотя она была на самом деле человеком, ей надо было заниматься своим здоровьем и меньше связаться с подозрительными личностями, три шестерки, это подозрительные личности, крутятся вокруг и забирают плюс энергию, вот эти четыре двойки, то есть ограбленные, под конец она чувствуется, она ограбленная, это энергетически ограбленная, ушла мгновенно, ну, поскольку она здоровьем не занималась, у нее там было и какие-то, и здесь вот, когда ее сын-то 30 мая поместил в больницу, но признаки инсульта в Троицке, в больнице, он не стал ее держать, он ее сразу повез куда-то, так, в центр Челябинска, что ли, у них там центр-то, и, значит, это он сделал большую ошибку, почему, потому что которые больны инсультом, их вообще нельзя никуда передвигать, им первого момента нужно спокойствие полное, а если человека дергать, качать, катать, 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 ему только будет хуже и хуже, то есть, если инсульт перехватили сразу и дали правильное лечение, то здесь могли бы ее это откачать, могли бы вполне, но поскольку вот такая дальняя дорога и трясло, и там же это же мозговое кровообращение, оно же когда трясется, оно еще хуже, и все такое прочее, вот поэтому матрица и есть, вот эта семейная двойка появилась, она говорит неуверенность, вот действие неуверенной семьи при ее болезни, и плюс неуверенное действие медиков, то есть, они не хотели просто ее лечить, они деньги требовали, вот за прокат этого ИВЛ сколько-то там много тысяч потребовали сына, и вот матрица показывает, да, что служила она вот этому змею, Горынычу, рептилоиду, и плюс вот медики за ней не досмотрели, плюс семья, да, семья это дело упустила, поэтому она вот, ну плюс, наверное, сама она согласилась с своим уходом, потому что ей уже, видимо, тут все эти дети надоели, и все, и вся семья, а там осталась одна сестра, никого у нее больше нету, вот и все, так что, вот оно, чем заканчивается, человек начинает чувствовать, что у него какой-то дар, а это ведь не от него, не от него, поэтому в Писании написано, не может человек ничего брать на себя, если не дано ему свыше, то есть свыше должно быть какое-то подтверждение, что это вот тебе дано, вот этот дар дан тебе, и пользуйтесь этим даром, так же, как вот этому отцу Богородице было сказано, что он вот зачнет Богородицу, он не поверил, ему дар, значит, пришел, он не поверил, дальше ему голос отнялся, вот, а, да, это родителю Иоанна Крестителя приснилось, да, что родиться Иоанн Креститель, он не поверил, потому что они были пожилые уже, родители, ну, и у него отнялся голос, и он только появился голос, когда родился уже Иоанн Креститель, и начали его называть каким-то именем, вот, и спросили у него, чтобы он написал записку, а что имя, вот, написал, напиши имя, а он вместо записки возьми, скажи, вот, и назовите его Иоанн. Вот это, что значит, дары, да, они обязательно скажут, откуда их сразу будет видно, а почему дар-то, потому что видно, если дар не противоречит законам, вот этим двум божьим-то, не противоречит любви к Богу, да, то есть ты пророс человеку погибель, но не расскажешь ему, как спастись, вот она, это его, Тимошенко, вот она скоро погибнет, ну, так-то напиши письмо, скажи, вот ты погибшь, вот поэтому, ну, как Нафан, вот Давида-то, да, сообщил, правда, вот это называется от Бога, то есть он предупреждает человека, вот, и показывает, как надо спастись, это по любви к ближнему и к Богу, вот, если это пророчество, значит, не противоречит вот этому, значит, оно от Бога есть, если ты идешь спасать, а если ты просто констатируешь факт, пугаешь, допустим, вот этот погибнет, этот погибнет, этот все плохие, а вот наш, вот этот вот хороший, вот наш поросенок лучше всех, да, один из лучших на выставке, то есть любое вот это пророчество надо проверять и взвешивать на вот этих весах, а на весах всего две чаши, вот они и в навесе и тогда, когда любовь к ближнему и любовь к Богу они уравновешены, а если это к Богу, допустим, у расы, и больше у тебя любовь к Богу перетягивает, а ближнего ты, значит, поднимаешь на небо, туда, к Богу посылаешь или наоборот опускаешь вниз. Вот таким образом, вроде казалось бы просто, но это надо объяснять, вот молодежь это уже не знает, ни школьники, ни студенты этого ничего не знают, потому что у них нет опыта, они не стремились к этому, чтобы понять, а важность этого понимания никто им не объяснил. И вот сейчас везде вот эти ченнелинги, там это все такое прочее, ченнелинги, а что эти ченнелинги дают? Ничего не дают. То, что из газет, у журналов этих все то же самое повторяется. То, что Симпсоны придумывают, или там журнал иконы, не знаю, то вот оно все измышляется. На самом деле все сложнее, все гораздо проще, если смотреть простые критерии. А всего два критерия. Любой Богу, любой ближнему. Вот таким образом. И матрица тогда она была женщине прекрасной, сумма 13, такой матрицей вон какие дела. И плюс у нее по деньгам хорошо бы она какими бы финансами нормальной была бы, как говорится, торговлю бы вела или какое-то хозяйство крупное могла бы вести. И это у нее бы хватило. Но вместо этого вот она решила, что это будет проще для нее. То есть это как бы затрат меньше. А получается наоборот. Четыре двойки у нее все отняли, и у нее энергетики-то не хватило. Здоровья не хватило. А работа, которая на пользу социума идет, на пользу ближнему и Богу, она только прибавляет здоровья. Только прибавляет. Всего доброго, до новых встреч. Мотаем на ус. И Пифагор тут нам помощь большой оказывает.